Книга «Токсичные родители» автор Сьюзан Форвард. Если родитель кричит или даже ударяет ребенка, все мы совершаем ошибки, все мы люди. Ребенок может перенести боль и обиду, при условии, что обычно они также получают от родителей любовь и понимание, способные служить противовесом плохим моментам. Однако, существуют токсичные родители, которые причиняют ребенку только вред. На сегодняшний день есть тысячи людей, которые в детстве страдали от нанесенного их самооценки ущерба. Заниженная самооценка толкает детей на саморазрушительное поведение. Так или иначе, все они чувствуют себя недостойными, нелюбимыми и неадекватными. И порой бывает так, что дети вырастают и перенимают поведение своих родителей. Так как они не понимают, был ли это на самом деле абьюз со стороны родителей, или просто они сами такие сверхчувствительные. Вследствие чего, страдают уже их дети. Ответьте на следующие вопросы, чтобы понять, какими были ваши отношения с родителями. Если вы ответили утвердительно на треть этих вопросов, то, к сожалению, у вас токсичные родители. Часть первая. Те самые родители. Так как у нас нет образца, по сравнению с которым мы могли бы оценить действия наших родителей, что бы они ни делали, они кажутся нам совершенством. На втором и третьем году жизни мы начинаем самоутверждаться. И наибольший конфликт происходит в подростковом возрасте, когда мы вступаем в открытый конфликт с системой ценностей, вкусами и авторитетом наших родителей. Понимающие родители знают, что это временный период. Они помнят себя в этом возрасте, а потому стараются относиться терпимо или даже воодушевлять детей на приобретение самостоятельности. Однако есть те самые родители, которые не демонстрируют такого понимания. С самого детства они воспринимают неподчинение или даже минимальные проявления индивидуальности как персональную атаку на них самих. А потому они зарождают в детях зависимость и неспособность к самостоятельности. Возможно, они думают, что таким образом закаляют их характер, но на деле они рушат самооценку ребенка и саботируют любую его попытку стать самостоятельным. Через какое-то время, хоть человек и будет понимать, что его родители поступали плохо, избивая его, скорее всего, он будет искать оправдания такому поведению. Будет говорить себе, что он был непослушный, глупый, ничего не умел и так далее. Но это не так. Вы были ребенком. На самом деле нет ничего плохого, чтобы обвинять родителей, которые не могли дать вам любовь и заботу. Многие дети от токсичных родителей строят защитную стену, которая состоит из отрицания. Отрицание может заставить нас забыть то, что наши родители сделали с нами, и таким образом продолжать верить в их непогрешимость. Но вам нужно подумать, если бы у вас появился ребенок, вы бы обращались с ним так же, как ваши родители обращались с вами? Да, возможно, у вас были моменты, когда родители обращались с вами хорошо. Но не стоит из-за этого забывать, что часто они были жестоки и причиняли вам вред. Дети часто рационализируют поступки своих родителей, таким образом делая неприемлемое приемлемым. Например, говорят, «Мой отец бил меня, но не для того, чтобы причинить мне вред, а чтобы преподать мне урок. Моя мать пила и била меня, потому что чувствовала себя очень одиноко» и так далее. При этом родители навряд ли когда-нибудь признают собственную ответственность за то, что они сделали. Они будут говорить, что все было не так уж плохо или снова начнут на вас нападать. Например, Луизу и ее мать бросил отец, которого Луиза идеализировала. Она говорила, что такому мужчине было просто скучно с такой болезненной женщиной, как ее мать. Луиза была не способна признать, что ее отец был обычным, безответственным человеком. Она прибегала к рационализации, чтобы продолжать боготворить его, несмотря на ту огромную боль, которую он причинил ей своим поступкам. Впоследствии это вылилось и в ее личной жизни. Каждый раз, когда она начинала с кем-то встречаться, все шло хорошо, пока она не узнавала человека слишком близко. Тогда ей овладевал страх быть покинутой, а страх превращался во враждебность. Она начинала думать, что ее просто используют и скоро бросят. Отношение к партнеру менялось, и вскоре они расставались. Это происходило раз за разом, но Луиза не могла понять, почему каждый раз ее отношения разваливаются. Если бы она признала, что отец просто бросил ее и вылила на него всю обиду, она бы перестала переносить обиду и недоверие на других. Все вы наверняка видели картинку, как босс кричит на сотрудника. Сотрудник на жену, жена на детей, а дети на животных. Это называется переносом чувств, с человека которых вызвал на более доступную мишень. То же самое случилось и с Луизой. Обожествляя своего отца, она выплескивала свои негативные чувства на парней. Сейчас есть поговорка, о мертвых плохо не говорят. Но если ваши токсичные родители будут защищены этим правилом, вы продолжите нести весь негативный эмоциональный груз. Смерть не может изменить того факта, что кто-то из родителей плохо обращался с вами в детстве, а возможно и во взрослом возрасте. Таким образом, перестаньте обожествлять ваших родителей. Взгляните на них и на то, что они сделали с вами реалистично. Ваши сотрудники тоже могут быть токсичны, поэтому следите за ними. Например, WhatsApp, Telegram, звонки, e-mail, ВК и даже чат на Авито. Сегодня так много коммуникаций, так как вам контролировать все. Слышали ли вы когда-нибудь о омниканальных коммуникациях? Это когда абсолютно все каналы собраны в одном едином окне. На данный момент для бизнеса это стало новым восходящим трендом в мире коммуникаций с клиентами. Эффективность сотрудников повышается, а вы получаете полный контроль над происходящим в бизнесе. Флагман омниканальных систем для бизнеса – это компания UIS. Удобный интерфейс, качественная поддержка, а также соотношение цены и качества принесли им наивысшую оценку на Яндексе в данном сегменте. Попробуй и ты. Переходи по ссылке в описании или QR-коду, чтобы протестировать платформу бесплатно и получить 1000 рублей на бонусный счет при активации. Глава вторая. Неадекватные родители. Каждый ребенок имеет неотъемлемые права. Право на то, чтобы его кормили, одевали, обеспечивали жильем и защищали. Но кроме права на физическую заботу, дети имеют право на заботу эмоциональную, на уважение их чувств и на адекватное обращение, при котором они могли бы развивать чувство собственного достоинства. Также дети имеют право на ошибки, а не подвергаться физическому и эмоциональному абьюзу. И, наконец, ребенок имеет право быть ребенком. Он имеет право в первые годы жизни играть, вести себя спонтанно и безответственно. И уже со временем родителям нужно назначить его ответственным за выполнение некоторых обязанностей по дому. Дети впитывают знания, как губка. Они слушают, что говорят родители, наблюдают за ними и имитируют их поведение. Так как у детей нет возможности сравнивать отношения их семьи с другими семьями, то все, что бы не сделали родители, это становится непоколебимой истиной. И когда родители перекладывают часть своих обязанностей на ребенка, это влияет на его поведение и психику. Например, мужчина был трудоголиком, а работа была для него наркотиком. Из-за этого он мало был дома, и его брак разваливался. Такой образ жизни появился у него неспроста. Он был самым старшим ребенком в семье, его мать болела, а отец постоянно был в командировках, а когда приезжал, не обращал внимания на семью. Поэтому ребенку приходилось заботиться обо всех. Пока все дети играли, он убирался в доме и готовил ужин. Таким образом, мальчик был вынужден повзрослеть очень быстро, и это отняло у него детство. Он вбил себе в голову, что он предназначен для заботы о других, сам он был неважен. Его фантазия заключалась в том, что если он будет работать достаточное количество часов, он наконец может доказать, что он ценный человек, способный справиться со своей работой. На самом деле он старался сделать так, чтобы его мать была счастлива. Даже во взрослом возрасте мать манипулировала им, говоря, что она в депрессии и не знает, сколько еще времени ей суждено прожить. Отчего он испытывал ужасное чувство вины и делал все, что она просила. Или из-за своих родителей, которые страдают от депрессии, постоянно пьют, принимают наркотики и так далее, а потом плачут и просят помощи, некоторые дети становятся созависимыми. Это такие люди, которые хотят помочь или вытащить человека из ямы ценой собственного благополучия. Таких людей привлекают мужчины или женщины социальные отбросы. Девушка верит, что если она будет достаточно хорошей, будет любить мужчину, заботиться и помогать ему, то она сумеет убедить его в том, что поведение мужчины неправильное, он исправится, а заодно полюбит ее. Но такой мужчина не будет любить, он будет требовать все больше и больше. И в итоге девушка почувствует себя использованной. Вот список симптомов созависимости. Если на более чем половину вы ответили «да», то вы созависимы. Для начала вам нужно принять обиду за то, что родители в свое время взвалили на вас непосильную ответственность. Затем нужно научиться устанавливать границы тому, как вы посвящаете себя другим, уважать свои собственные права, потребности и чувства. А когда родители отдаляются от своих детей, например, в случае развода, в жизни детей образовывается пустота. Ребенок думает, что развод случился из-за него, думает, что в нем есть какой-то изъян, который заставил отца или мать уйти. Поэтому он начинает ненавидеть самого себя на протяжении всей жизни. А пустоту внутри себя заполняет алкоголем, наркотиками или беспорядочными половыми связями. Глава третья. Контролирующие родители. Дети, не получающие стимулы к активности, исследованию и преодолению, к тому, чтобы идти на риск поражения, чувствуют себя бессильными и неуместными. Чрезмерно контролируемые тревожными и испуганными родителями, они сами становятся тревожными и испуганными. Это затрудняет их взросление. Страх стать ненужными часто мотивирует таких родителей на попытки делать так, чтобы ребенок постоянно чувствовал себя беспомощным. Такие родители испытывают болезненный страх перед тем, что ребенок вырастет и уйдет из дома. Поэтому часто они скрывают доминирование заботой. Например, говорят, «Я говорю это для твоей же пользы». «Я делаю это исключительно ради тебя, только потому, что я так тебя люблю». Все фразы означают только одно. «Я делаю это, потому что страх потерять тебя настолько велик, что я готов или готова сделать тебя несчастным». И ребенку сложно злиться из-за этого, и его наполняет чувство вины, ведь их родитель такой нежный и заботливый. И если вы все же скажете что-то против, то мать превратится в слезливую мученицу, и вы снова будете чувствовать себя виноватым и пытаться извиниться, делая все, что она говорит. Также существует прямой контроль, когда родитель прямо говорит «Делай, как я говорю, или я с тобой больше не разговариваю». «Делай, как я говорю, или больше не увидишь от меня денег». «Если ты не выполнишь мои желания, у меня будет инфаркт». Таким образом, ребенка запугивают и ставят ультиматумы. Он начинает думать, что ничего не стоит, что его потребности или желания никому не интересны. Вам нужно научиться ценить себя и свое мнение. Да, родители будут защищаться с помощью излюбленных тактик, отказа в любви и на гнетание обстановки, но вам не нужно поддаваться на их уловки. Большинство контролирующих родителей – эгоисты. Они чувствуют себя под угрозой из-за того, что их ребенок счастлив с кем-то другим. Вместо того, чтобы видеть в его счастье подтверждение своей успешности как родителей. Поэтому они постараются разрушить ваши отношения, а если это не получится сделать, то постоянно будут ставить ультиматум либо они, либо ваша девушка или парень. Вам нужно отказаться от надежды, что родители будут относиться к вам иначе и начать работать над собственной позицией в отношениях с отцом или матерью. Почему ты не можешь быть, как твоя сестра? Это еще одна техника манипулирования. Токсичные родители устанавливают систему негативных сравнений между братьями и сестрами с целью, чтобы ребенок, оказавшись в невыгодной позиции, чувствовал, что он делает недостаточно для завоевания любви родителей. Такое поведение родителей подталкивает ребенка выполнять любую их прихоть, чтобы вернуть утраченное расположение. Это приводит лишь к разрушению самооценки и развитию озлобленности, которое может сохраниться в их отношениях на всю жизнь. Порой манипуляции становятся такими удушающими, что человек начинает защищаться, неосознанно или специально не делая то, что предлагает родитель. Например, мать постоянно пыталась найти супругу для своего сына. Она заводила этот разговор каждый раз, как видела его. В итоге он отказывался от любых отношений с женщинами, которые, по его же словам, были ему необходимы. Ведя себя таким образом, он поддерживал иллюзию личной независимости. Хотя было ясно, что он делает это только чтобы противостоять своей матери. Это вредный бунт. Здоровый бунт – это когда вы не делаете то, чего не хотите. Это подпитывает личностный рост и индивидуальность. Также серьезный вред детям наносят родители-алкоголики. Чаще всего дети-алкоголиков крепко держатся за иллюзию, что однажды жизнь их семьи чудесным образом изменится, как в сказке. И это продолжается вплоть до смерти родителя-алкоголика. Ключ к разрешению такой ситуации – это знание о том, что вы можете изменить вашу жизнь без того, чтобы ваши родители изменились. Ваше благополучие не должно зависеть от их благополучия. Поэтому вы можете просто съехать от них и жить своей жизнью. Глава 4. Вербальный абьюз Иной раз любой родитель может сказать ребенку что-то неприятное. Абьюз же – это когда на ребенка нападают постоянно и открыто. Эти родители говорят детям о том, что они дебилы, бездари и уроды. Они могут сказать ребенку, лучше бы ты вообще не родился. Они не обращают внимания на чувства детей и им плевать на долгосрочные негативные последствия своего поведения. Другой тип абьюзеров – это те, кто прячет абьюз под постоянными шутками, сарказмом и оскорбительными прозвищами. Например, когда раздавали мозги, ты наверняка остался дома. Что у тебя за клоунская рубашка? Хотя она тебе подходит. Ты танцуешь, как бегемот. Если ребенок жалуется, абьюзер обвиняет его в отсутствии чувства юмора. После того, как такие дети вырастают, они становятся гиперчувствительными. Им везде кажется подвох, всегда кажется, что над ними издеваются и смеются. Они постоянно обдумывают слова, которые услышали в течение дня, и во всем находят издевательство. В большинстве случаев шутки могут быть не такими уж и обидными, но то, что превращает подобные ситуации в вербальный абьюз – это частота, с которой они повторяются, жестокость, с которой происходит высмеивание, и авторитетная позиция тех, кто высмеивает. Дети верят всему, что говорят о них родители. Постоянно высмеивать ранимого ребенка – это проявление садизма родителей. В будущем этот ребенок будет постоянно думать, что все пытаются его унизить или ранить. Это будет проявляться в его мнимости, робости и недоверии. Также есть родители-перфекционисты, которых движет идея о том, что если они добьются, чтобы их ребенок стал совершенством, их семья тоже станет совершенством. Они перекладывают ответственность за стабильность семьи на ребенка, потому что сами за всю жизнь не смогли ничего достичь. Так как ребенок терпит неудачу, то становится козлом отпущения, ответственным за все семейные неурядицы. Вина вновь перекладывается на ребенка. Детям необходимо знать, что если они допустят ошибку, конец света не наступит. Так они обретают уверенность в себе, необходимую для того, чтобы предпринимать действия по собственной инициативе. Но родители-перфекционисты ставят перед детьми недостижимые цели и возлагают на них нереалистичные ожидания. От этого человек начинает страдать перфекционизмом, что приводит к прокрастинации и параличу. То есть увидев, что ему не удается выполнить задание лучше всех, он откладывает его на потом. И чем больше таких заданий он откладывает, тем больше их накапливается. В итоге он будет делать все в последнюю минуту, кое-как. И так как он не сможет вообще ни с чем нормально справиться, у него наступит паралич. Чем больше он ошибается, тем больше боится, что его посчитают никчемным. Но самые жестокие слова, которые родители могут сказать ребенку, лучше бы ты никогда не родился. Всю свою жизнь такой ребенок, если он не примет то, что его родители были никудышными, будет неосознанно стараться быть хорошим и послушным сыном или дочерью. По сути, он будет пытаться исчезнуть, уйти из жизни, чтобы порадовать родителя. У таких людей часто встречаются суицидальные наклонности. Глава пятая. Физический абьюз. Большинство из родителей чувствовали, что еще немного, и они сорвутся и отлупят ребенка. Иногда это чувство становится особенно сильным, когда ребенок ревет, устраивает сцены или ведет себя вызывающе. В другие моменты, это чувство происходит не от поведения ребенка, а от нашей собственной усталости, уровня стресса или тревоги. Многие из нас противостоят импульсу ударить ребенка, но, к сожалению, есть родители, которые не контролируют себя. Такие родители, как правило, нападают на детей с целью разрядить собственное напряжение. Большая часть таких родителей сами происходит из семей, где физическое насилие было нормой. Во взрослой жизни они повторяют то, чему научились в детстве. Причем приступы агрессии со стороны родителей могут произойти в любой момент, отчего ребенок не знает, что к этому привело. А любое действие жертвы, направленное на самозащиту, приводит агрессора в еще большее бешенство. Родители часто оправдывают свое поведение тем, что говорят, что побои пойдут ребенку на пользу. Что это единственный способ заставить ребенка выучить урок морали или правильного поведения. Они часто добавляют, что их самих воспитывали подобным образом, и ничего им не сделалось. В итоге человек становится недоверчивым и трусливым. У него появляется постоянный страх, что все ему хотят нанести вред. Он начинает страдать от панических атак, и довольно часто испытывает стресс. Но самое страшное, что могут сделать родители по отношению к ребенку, это сексуальный абьюз. Таким образом, родители полностью предают своего ребенка. Итак, в этом ролике вы узнали обо всех сторонах абьюза со стороны родителей. Во второй части будет информация о том, как отстоять свою жизнь и избавиться от внушения токсичных родителей. А на этом эта часть подходит к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй в комментариях свое мнение о данной книге. Пока!